Здравствуйте, мои дорогие друзья! Пошла я гулять. Сегодня понедельник, и у меня начался вот таким образом понедельник. Рагулка. Как видите, что у нас на базаре поменьше людей. И вот решила поснимать арбузы. Смотрите, арбузы. Какие хорошие перчики. Капуста мне нужна сегодня. Апельсинчики есть еще. Ой, как это все пахнет, друзья! Это какое счастье, кайф, когда все спокойно спишь. И дом дома 25 лир в килограмм. Ой, а эти такие красивенькие цветы. Вот яблоки 10 лир в килограмм. Так, и здесь появилась слива, клубника, бадемтазы. Как они кушают это, я не могу. Ну что, так быстренько пробежалась с вами, да? Как видите, пусто все. Пробежимся здесь. Здесь папа дает эту ловку. Как давно мы не брали ее. Яйца 2,75. А там я видела на базаре 2,50 женщины продавали. Домашние. Все свеженько, все красивое. Листики такие классные, смотрите. Мне свекровь дала, они, наверное, испорчены. Все такие страшненькие. Надо посмотреть, кстати. Сладости, кукуруза. Ой, какая красотища. Обалдеть, какая красотища. Обожаю за эту турцию. Ой, мои дорогие. Так, здесь что у нас? Здесь коврики, шмоврики. Пойдем-ка отсюда. Посмотрим, что здесь можно посмотреть интересного. Вам рассказать. Скотерочки. Вот такие пижамочки продаются. Так. Здесь у нас нижнее белье. Трусики. Ливчики. Такие костюмчики. Естественно, это не бренд, а такой ширпотребовый. Ну, многие покупают здесь. Раскладывают носочки. Пижамки, видите, маечки уже. Тапочки. Вот. Детская одежда. Платики летние появились. Вот это мне понравились. Платики. Платики надо спросить. Надо цену их. Платики. Уходные принадлежности. Вот. Как-то так. Платики. Платики. Все предлагают. Вырук. Заходите. Покупайте у нас миски. Шмиски. Видите, даже на дорогу вышли. Кастрюль. Мастрюль. Сумка-мумка. Ну, все. Вот на дороге. А пахнет. Какой воздух замечательный. Пахнет. Цитрусы цветут. Ммм. Какой запах. И вечером так чувствуется уже светение. Светлана, надеюсь, начала сезон оздоровительной трансформации. Потому что невозможно сидеть на одном месте. Всем привет. Вчера муж мой мне кое-что показал. Какие-то данные с интернета взятые. Надеюсь, ветер во мне сильно заглушает мою речь. Какие данные, я сейчас вам объясню. Оказывается, данные точных землетрясений. Сколько было шестого, седьмого февраля. Сколько баллов. Вы понимаете, в Хатайе было девять чем-то. Когда в Адане пять и шесть было. Ну, и от нас волна. Наверное, четыре с половиной. Мне кажется, пять было. Мне кажется, пять было у вас. Такое. Точных данных за Мерсин нету. Но Кахранманмараш там девять баллов. А нам все говорили семь и четыре. В Османии. Затем Дия Бакар было. Восемь с чем-то. Но намного превыше данные. Именно их показывали напечатанные. И вот, я не знаю, какой смысл был скрывать точность. Потому что, если посмотреть на рисунки, на фотографии, на снимки, на видеокадры. Как там тряслось. Как там трусилось. Тряслась, не знаю, земля. А в Хатайе какие разрывы в земле. Земля открывалась. Образовались какие-то ямы. Это же на полях. Это же страшно. Ну, вот поэтому девять баллов было. Такое простое, да. Допустим, у нас, слава Богу. Ну, потрусило нас сильно, да. Страшно было, конечно. Конечно, страшно. Кто-то пишет мне. Мы уже живем больше двадцати лет. И привыкли. Постоянно есть какие-то. Мы не привыкли, потому что у нас такого нету. Вот поэтому. Но как привыкли? Я осознанно понимаю, что нужно привыкать. Ничего такого страшного не будет. Но души еще не совсем принимаем. Ну, я уже стараюсь, знаете, как себя вести? Не думать об этом. Даже карту эту не смотрим. Все мимо нас, мимо нас. И молиться. Каждую ночь, каждое утро, каждый день, каждую минуту благодарить мир Бога, Вселенную, кому вы верите, всемогущему Аллаху за все, что мы прожили такой прекрасный день, друзья мои. Ведь жизнь прекрасна. Вот это спокойствие, когда ты просыпаешься, выспавшись. Это такой кайф, такая сила. Вчера я не заходила в интернет от слова совсем. Не записывала ни одно видео. Но, вы знаете, я шью такое платье обалденное, белое, нарядное. И у меня мой дизайн, моя выкройка. Сама вчера сидела, краила выкройку, по выкройке делала. У меня столько ткани пошло. У меня юбка. Два солнца клеша. Вы понимаете? Я вам потом покажу, когда приду. Вот ее можно делать с двух сторон вот так. И в складку еще. Представляете, сколько ткани пошло. Я так мечтала давно о такой юбке, о таком платье. Длинное. Я не знаю, как я его буду запасачивать. Представляете, там как все это заметно будет. Но оно должно повисеть еще. Ну вот, я вчера занималась этим. Сегодня буду заниматься, может быть, дикар-отделкой. Так, мы почти все детали готовы. Я просто устала вчера. Вчера даже ничего не готовила. Вот картофель пожарил. У нас были грибы. Доели там кое-что. Ну вот я вышла к пальмонам. Дорогие. Сегодня у меня там уже кофточку. Он не носит ее. Он поправился, говорит, носи. Я решила одеть. Сейчас покажу вам морюшку. Боже мой, я на море. Без слов. А здесь кто-то спят, что ли? Или просто спрятали. Как пахнет рыбой. Рыбой пахнет. Ветер. Рыбный день, дети, чайки. Набережная почти пустая в это время. По этому быстрым шагам не буду отвлекаться. Включу аудиокнигу. Транссерфинг. Транссерфинг надо постоянно читать, смотреть. Слушать. Пошли, друзья мои. Ой, какой замечательный воздух. Как красиво цветут цветочки. Погода что-то непонятное. Меняется. Было темное в точках. Сейчас оно посветлело. А впереди, смотрите, люди живут в этих переносных машинах, домиках. Есть такая информация, что люди уже на высоких этажах продают свои квартиры. Вот видите, желтеньким. И там продают. И очень много стали покупать землю. Строить там свои дома. Знаете, какой красивый домик, да? А это, наверное, квартира целая там. Вот так люди переехали. Боятся. Спят. Живут. Видите, как классно. Такой домик иметь на колесах. Тут все вниз в нем. Оригинально, не так ли? Туалет рядом есть. Кухня есть. Завтракают. Как классно. С детьми даже. Очень интересно. Адэджи. Что за номера? Адэджи. Вот так некоторые проводят время. А я возвращаюсь. Так быстро прошла свои шаги. Устала, конечно, первый день у меня. После такого перерыва. Приятная усталость. И когда ты что-то ставишь целью. И исполняешь. Такая благодарность себе и своему организму. Ой. Благодарю за все. Благодарю. Как я вам утром показывала, сегодня вы догадались, что у нас базарный день. Мои дорогие зрители, любимые мои. Только что мы пришли с мужем с базаром. Что я могу сказать? Кое-что я помню, что сколько стоит. Но сколько он потратил, я даже не знаю. Я знаю единственное, что цены могу сказать так, как я сегодня присутствовала с мужем. Мы ходили с друзьями. Им какие-то дела помогли сделать. И потом зашли в супермаркет и зашли на базар. Так. Значит, смотрите. Бананы вот эти. По 23 килограмм. Зелень. Не знаю, сколько стоит зелень. 3 лиры, по-моему, 3 лиры. Купили мы пряности турецкие. Здесь кикик. Его добавляют в салаты, кысыр. Особенно в соусы, при мариновке курочки, мясо. Вот именно такое. Это у нас кимьон, кажется. Это у нас сумак. Это черный перец. Взяли мы все по 200 грамм. 1 килограмм стоит 150 лир. Потрясли. А это для выпечки. Да? Семечки. Кунжутные семечки. Купили мы такую капусту по 8 лир килограмм. Вот этот перец по 20 лир килограмм. Купила я орехи. Вот, наверное, здесь полтора килограмма. 100 лир. Килограмм 160 лир. Кабачки сегодня по 8 лир такие неплохие. Яблочки 10 лир килограмм. Вот такая красивая клубничка стоит 20 лир килограмм. И за 15 было, но мы уже и 25 было с утра. Видели. Вот такая вот капустинка мару стоит. Мы сейчас ее очень сильно кушаем. Каждый день. Она очень полезная. Она стоит 8 лир. Что мы еще купили на базаре? На базаре больше ничего. Вчера мой муж принес картофель. Посмотрите, там у меня картофель. Такой огромный лук он купил. Так что нам вот... Даже я не знала, что нам надо купить. Также сорвали вот эти вот цитрусы с цветочком. И они так пахнут. Вечером у нас такой кайф на балконе. Здесь в уксусной воде для мавиша веточки из нара, граната. И вот третий. Думаю, пускай поиграется. Здесь я отварила себе нут. Буду готовить мужу с грудкой. Такой обед буду готовить. Зашли мы в магазин Айсбир. Зашли только за уксусом. Потому что в аптеку зашли. Попросили медицинский спирт. Не продается в аптеке медицинский спирт. Они нам предлагают оксижение. Другие разные какие-то средства, антисептики. Но, к сожалению, спирта нет. Я скажу, что буду избавляться от этих пятен с помощью уксусной воды и лимона. Нет, не лимона, а соды. И посмотрите, вот это вот все мы оставили вообще тут ни за что. Четыреста тридцать шесть лир. Четыреста тридцать шесть лир. Четыреста тридцать шесть лир. Потом нам посоветовали ваниш. Он семьдесят стоит. Затем я купила, попросила мужа тахил. Его добавляют хумус. А также с пикмесом смешивают. Очень вкусно. Мы купили. Два года у меня было в холодильнике. Купили манку. Купили ванилин. Купила две краски для мамы. Постепенно собираю посылку. Купили щетки. Вот эти вот купили вкуснятины. Это желешки. По скидке были пятьдесят процентов. Кажется, тридцать лир стоит. Там сколько пакетиков. Купили такую бумагу. Шестнадцать лир. Купила расческу такую. Мой муж говорит, ой, не калитали. Какая разница, мне вот эти дырочки нужны. И вот такой лаваш купили, когда хлеба нет. Очень выгодно. И купила два горшка. Буду высаживать цветы свои. А также купила для стирки лифчиков. Очень удобно. Ну все, мои дорогие. Нос течет. Буду еще чихать. Чтобы вас не напугать. Сейчас буду заниматься распаковкой, разбором. Боже мой. С утра я сегодня находила более двенадцать тысяч километров. Потом пришли наши знакомые. Мы ходили с ними. Они уезжают из страны. Наши знакомые украинцы. Добрый вечер, мои дорогие. Нам весело. Посмотрите, как мавиш на нее наступает на хвост. Постоянно ее наступает на хвост. Так челядка не ходит. Тики-тики-тики-тики-тики. И на хвост, и на хвост. Тик, 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 хвост. Тик, 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 тик. Мавишок, молодерт, нермише... Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.